Ну, мы пошли гулять по Кулхасу. Сегодня ветерок, и гулять поприятнее, чем в другие дни. Примерно все лучки выглядят, собственно, вот так. Одинаково. Да, одинаково. Плюс-минус разная растительность, и цвет стен отличается. Солнышко жаркое. Сколько времени сейчас? В 15-18. Три часа. В 4-5 уже будет садиться солнце, уже спадет жара. Ну, она у меня оттуда, да. Она садится в 18-20, но уже в 5 уже нормально. Уже даже свежо. Да, вчера так прохладненько было купаться, когда ветер особенный. Ну, заходишь в воду уже нормально. Ну, да. А тут ветра почти нет. Ну, смотрим, не надувает. Ну, солнце спит уже будет жёстко. Остров километр на 500 метров. Можно пройти его вдоль и поперёк. Вот это, по-моему, это центральная улица, да? Это у них центральная улица, самая широкая улица острова. Тут даже мы видели настоящую машину одну. Но, в основном, они ездят на баги, электрокарах и на мотоциклах. Такая центральная улица, здесь магазинчики, всякие центры дайвинга. Здесь причём не один он, да? Кто-то ещё есть. Кто-то бич-вэлли на букинге видели. Что-то недостроенное такое суровое. Такие прикольные эти венбулетики. Это как тук-тук, да, трёхколёсный? Где-то рядом он, да? А вот Сель-Ави. Сель-Ави. Всё-таки только он и тут удалённый. Ну, там у него с той стороны пляж, потому что. Сель-Ави. Хотим договориться про рыбалку. Я пока схожу на пляж или с тобой пойти? Нет, я пока прогонаю. Ага, ладно. Сель-Ави. Мы здесь хотели поселиться, но из-за того, что мы даты билетов поменяли, тут не было места уже на наши даты, которые мы поменяли, и в итоге мы поселились в Ронтаре. Но с этим человеком очень много общались, спрашивали, где лучше всё-таки жить, какие экскурсии, куда поехать. И сейчас хотим купить у него рыбалку, потому что нам в Ронтаре рыбалку продавать как-то не очень хотят. Обещали узнать, уже два дня ничего не узнают. И в итоге мы решили здесь попробовать сделать. О том, что мы расскажем о видео, о ромах, о местах, о местах. И поэтому я пытаюсь... Да, и я спрашиваю, когда ты мне говорила о... Ш... Шар-Вене. Нам боятся продавать рыбалку. Пошли в магазин, который у порта. У них тут, видимо, какие-то договорённости, да? Да. Что у кого живёшь, ты того и покупаешь. Типа, экскурсии, рыбалку, и он, если мы у него не живём, нам не может, типа, продать. А наш ингвар тупит. Тупит и ничего не делает. Очень странно, честно говоря. Ну, странно. Обычно говоришь, что хочешь, такие, тем более, деньги немаленькие. Сразу все набегают, организовывают всё это быстро. А тут какая-то засада. А, Ира. Что такое интересное? Да, вот здесь, вот, горячая, черепахи. Где-то здесь черепахи. После пляжек посмотрим. Что-то посмотрим. Вот как раз, вот именно здесь как раз черепахи. Там волна такая, пипец. Красиво. Красиво. Яблоку негде упасть. Слушай, надо будет завтра сюда прийти, да? Да. Здесь и заход в воду хороший, смотри, да? Да. Камней как будто нету, да? Да. Ветер, видишь, отсюда? Будь здоров. Может поменяется ещё вечер, нет? А? Направление не поменяется? Ветер. Нет, не работает. Ветер. В воскресенье вечером вообще ветра не будет. Ну да, а как без рыбалки-то? Ну это вообще очень странная ситуация для меня. Ты нашему гиду скажи, он там что угодно найдёт, скажет, всё сделает. Да, конечно. Нет, если этот ничего не сделает нам, я это замучаю, чтобы он не отдохнул. Иптун Кордов. Надо направо-краспроводим, что нам по этой улице есть. Пальмочки растут живописно. Там рыбаки на пирсе, да? Не знаю, мы же строители. Сейчас посмотрим. А, может, строители. Строят что-то, да? А это уже порт, да? Да. А-а-а. Днём мы тут ещё не были. Как-то по вечерам всё. Ночью здесь тут. Мне понравилось то, что он сказал, что если приходит положительный, мы решаем этот вопрос, да? Да. Это офигенная опция. Ну правильно, он говорит, люди отдыхать приезжают, что-то не стрессовать по поводу ПЦРов. Ну да, с каким, говорит, настроением ты уедешь отсюда, да? Ну, конечно. Просто честный способ отъёма денег у населения. Да. По крайней мере, вот теперь я хотя бы знаю, что можно этот вопрос как-то решить, порешать, да? Ну, говорит, да, билеты пропадают у людей. Вообще, как бы, ну... Ну кому охота здесь сидеть за картинью? Да, конечно. Ну и им тоже не охота, у них номер сетай. А они-то платят. Ну им платят, но всё равно, говорит, нам держать их в номере тоже неприятно. Это же негатив всё равно идёт. Мощный достаточно. Так, мы пришли сегодня в Порту. Мы пришли сегодня. Там не торг туристов, да, очевидно? Там это не туристов, а строительный. Рыбок не видно. Вот на сегодня весен. Что-то они тут строят так активно, да? Там какой-то баррикады. 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 Вот зачем мусорить-то, вот в воду мусор кидают. Видите, у вас сливает. А-а. Видите, вещь сливает. Правильно. Вот, да, вот. Вопрос другой. Вот что, ведь им сложно, владельцам лодок, вот это всё собрать? Даже у нас в речном порту собирать. Вон, видишь, вон, бутылки, вон, на ней. Даже у нас владельцы лодок на станциях и так далее с лодками собирает мусор, если прилетает вот такой вот. Молодцы. Да и в речном порту тоже собирают, а не плавают. Ну да, неприятно же. Скользняют природу. Более такую природу. Красивую. Вот здесь мечеть. Здесь две мечети на острове. И две семьи. Две семьи всего живут. Тысяча человек, две семьи, две фамилии. Все родственники, практически. Как они мимитируют, интересно. Пойдём вот сюда, здесь, смотри, вода как будто голубая. Ну, пойдём. Ну, пойдём. Там же оттуда можно пройти. Не знаю. Тут флаги в порту у них. Патриотичненько. Причём в таком добром количестве. Да. а чита красный Солнышко скрылось? Осталось хорошо. Вот сюда мы приехали. Да, вот сюда мы. Там они что-то моют. А, это дайверы, наверное, да? Что же сейчас еще давить? Не рыбаки. Ну, там под водой-то не... Тоже муть. Ну, глубоко, если нормально. Тоже муть. Ой, птица сидит. Моя любимая. Три, четыре. Мои любимые птицы. Сейчас мы их поснимем. Ты мне перекрыл птиц. Птицы. Опять солнышко. Мы здесь вчера видели скатов, которые с тингрой. Они плавали на дне, но заснять их не получается. А, это все-таки рыбаки. Все-таки рыбаки. О, привезли рыбку. Вот это большая, красная, прикольная, огромная, да? Может, у них спросить про рыбалку? Лобстеры. О, вот такие вот зелененькие рыбки. А, вот красный, это грубер. О, подводная охота, да, вон жёте бураки, да. Надо спросить у них, может, они организовывают? Подводная охота они организовывают, скорее всего. Мне кажется, они всяко организовывают. Она тебя не съед? Нет. Точно? Да, серьезно. Где на мейк фото видишь? Это осьминоб. Мы сфоткались с рыбкой. Такая здоровая. Что они, какие-то не настроятся. Думаешь? Они просто не знают, что ты тоже хочешь. Думаю, риск смотришь. Да, прикольно, да? Смотри, все такие чик-чик-чик собрались сразу. Эти остальные чик-чик собрались, да? Это осьминоб. Спасибо. Вот такие собрались такие все, с телефончиками фоткаются, с рыбками. Показали боссам. Тут вода более прозрачная с этой стороны, потому что здесь никто особо не ездит. Здесь мы вчера видели ската. Надо сказать. О, мальки плывут. Мальки плывут. Здесь у них рыбаки, которые с берега-то рыбачат. Вечером не было здесь. 2000 деревни рыбацкие называют. А мать ивери, они, по-моему, углосуточно стояли там. Да-да-да, там водка стояла прям посередине борта. Да. Он рыбачил. А эти походу ездят просто на рыбалку? Или вон там с берега, не отходя от кассы? Только ещечки. У них же прям тут эти, вон косяки рыб. Прям по всему острову, видимо, этой рыбы полно. Но мать ивери, тариф такой более, вернее, менее живой. Вот пирс тут красивенький. Причалок? Причал. А пирс это не причал. Но тут никого нет. Вот одинокий. Одинокий рыбик. Пирс. Субтитры делал DimaTorzok Я вас живописно. Вперед. И снова до сюда. Все вышли молиться. На мечети в дальней части острова, где отелей нет. Так специально, видимо, сделали. Отели с другой стороны строят. Вот отсюда видно другую часть острова. Море видно. А здесь вот тоже. Там море. 500 метров. Даже, мне кажется, меньше здесь. Он же разный. Толщины везде. Концем сужается. Прямо как всегда. Вот. Конец. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok такая рыбка нормальная да классная фотка интересно и заброшка там что-то цветы какие-то стоят саженцы белье сушат интересная заброшка я понял банановые и растут бананы мы выходим на пляжик около на лавеля в общем-то недалеко от нас собственно здесь тоже камушки видны что есть на дне закатная сторона острова а вот и наш пляжик тут он длинный надо на закате погулять сейчас жарко неохота мы вышли на закатную прогулку покупаться и ланочка пойдем отсюда здесь есть коко бар на этой на этом конце острова и по вечерам здесь делают коктейли из фруктов безалкогольные правда здесь алкоголь запрещен нет было ну вот на этот пляж идем с тобой что папа нас балкона видел тут chilling music о кокосы можно будет купить кокос качельки красивая надпись из ловцов снов с лампочками закат как выглядит этот пляжик вот иди купайся пошли пойдем вон туда вон где песочек с этой части острова хорошо видны потрясающие мальдивские закаты вот так это выглядит очень красивый цвет воды песка в ветреную погоду катаются на кайте и что самое интересное самое красивое на закате начинается после того как солнце опустится за горизонт потому что небо начинает менять свои цвета и наблюдать за этим очень захватывающе на этом наша прогулка по острову заканчивается больше видео про мальдив смотрите на нашем канале подписывайтесь ставьте лайк и всем пока что у у у у у у у Субтитры создавал DimaTorzok